девчонки всем привет большое спасибо что вы зашли ко мне на канал меня зовут Ирина сегодня будет такой необычный влог сегодня я решила поснимать поездку в магазин икея сейчас мы уже едем в машине и надеюсь то что что-то интересное смогу для вас заснять в самом магазине может быть какие-то акции либо еще что-то какие-то может быть там особенные предложения есть снимаются на селфи-палку и с гарнитуры чтобы вы меня лучше слышали ну что девочки если вам интересно узнать что я купила в магазине икея и как у меня проходил день именно в этом магазине тогда оставайтесь со мной со мной и я желаю вам приятного просмотра и и и и и и Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Все, девчонки, в общем, мы съездили по Ikea, купили все, что мы хотели, да? Все, что мы хотели, и хочу вам сказать, что маркетологи, блин, в магазины Ikea можно поставить 10 из 10, ведь ты идешь с этой корзиной и накидываешь то, что тебе надо, не надо, 35 лет вообще. Ты вообще этим пользоваться в жизни никогда не будешь, ты об этом слыхивать не слыхивала, об этом товаре, но тебя прям вот хочется, клептомания замучает, и ты будешь хватать и ложить туда. В общем, капец какой-то, но хочу вам сказать, что я сдержалась, я вообще свою корзину наблюдила так, чтобы я ничего лишнего не положила, потому что я последнее время очень стала сильно следить за тем, что я ложу в корзину. Так как в очередные уборки я просто складываю в пакет то, что мне не надо, я могу просто это все попобрасывать, и поэтому как-то вот так. Даже в косметике, в продуктах, в чем угодно я слежу за тем, что я ложу или кладу. Как правильно, напишите в комментариях, девчонки. Что еще хотела сказать? Короче, весело, мы там, конечно, походили, половили сына, он у нас знает, там, э-э-э, папуа с племени Чироки, там его надо было ловить, но мы с мужем просто на 5 справились, потом на 5 с плюсом справились с этим, и в корзине его привязывали, конечно, наверно, проходящие мимо, смотрели на нас, как на сумасшедших родителей, что мы делаем с сыном. Но у нас это все в форме игры, и мамы, да, девчонки, вы понимаете, о чем я говорю, когда ребенок, у ребенка настроение поиграть, он именно так себя и ведет. Вы меня спросите, почему я вообще поперлась в магазин, когда ребенок болеет? Мы не то, чтобы там болеем, у нас там что-то, знаете, такое, какое-то, у нас просто остаточное осталось от того, что мы болели раньше, и у нас, в общем, меня стало беспокоить, кашляли у ребенка, он вдруг начал кашлять по ночам, и я привела просто его к врачу, к педиатру, участковому, так как наш, я уже говорила в предыдущем блоге, его просто, ну, он уехал, и мы как бы сводили его к участковому врачу, в общем, как бы, мы не очень там, знаете, ужасные родители, которые больного ребенка искали по магазинам. Ну, так вот, сводили, съездили мы все вместе, как бы здорово. А у ребенка у нас на самом деле просто кашель, который мы сейчас лечим, и, как мне сказал педиатр, участковый, это ничего страшного, как бы, это все, ну, как бы, такой остаточный момент. Так что вот так, препараты ребенку во время прогулки по магазину Икея, перед этим мы все, что нужно, отдали, то есть все нормально, все хорошо. Сейчас нам ехать еще до дома, наверное, на, еще какие-нибудь дела поделаем по дороге, это у нас просто, ну, мы просто мега деловые, мы падаем папе на хвост всегда, и по пути стараемся сделать по максимуму много разных дел, потому что, ну, наверное, так правильно делать. Вот, у меня теперь появилась красота. Да, вот такая я покажу вам часть своих покупок. И еще, девочки, большое спасибо вам за теплые комментарии, за то, что вы смотрите меня, за то, что вы вообще со мной проводите время, это очень приятно. И всем спасибо, кто заходит ко мне на канал и ставит дизлайки, и пишет какой-то комментарий. У меня их не так много дизлайков, я имею в виду дизлайков в плане комментариев, но они есть, и они меня так умиляют. Я не скажу, что они меня там сильно веселят, но я в очередной раз убеждаюсь в том, что человек может потратить свое время и оставить какой-то комментарий, пусть даже какой-нибудь отрицательный. Так что вот так вот. Спасибо вам большое, мои хорошие, за дизлайки. Муж надо у нас смеется, он всегда так на меня смотрит, когда я снимаю видео со словами, я думаю, господи, моя жена сошла с ума. Но ничего страшного, я думаю, в скором будущем он уже будет на это реагировать по-другому. Да? Девочки, кстати, поснимать в Икеа получилось не очень много, потому что народу, на мое удивление, или может быть это нормально, было очень много. Просто, знаете, мне иногда казалось, что мы идем в каком-то общем потоке, знаете, косяком рыбы, что и как бы вообще из этого стада выходить непорядок. Ты как бы идешь и иди, потому что как-то вот так вот. Надеюсь, меня будет хорошо слышно. Да, сын. Да. Да, сын тоже подтверждает, что там просто какие-то косяки рыбы. Очень много народу, и что получилось, поснимать, конечно же, я вставлю. И вы посмотрите, что там было. Но у меня очень много дизайнерских вариантов, именно то, как оформляют икеевской мебелью всеми, знаете, с предметами интерьера, как они все украшают, как они так делают. Мне так сильно очень нравится. Я всегда приезжаю в Икеа, но мы не так часто бываем в Икеа, мы бываем очень редко, потому что, ну, как-то, знаете, это место, которое за одним чем-то не пойдешь. А если идти, то что-то надо прям там все время накидывается. Ну, так вот. Мне очень сильно нравится там, как оформляют именно интерьер, как все выкладывают. Мне кажется, вот именно если мы берем что-то из Икеи, то оно классно смотрится и гармонично, когда просто какие-то аксессуары даже украшающие квартиры, а все цело, вся общая картинка, которая есть. Кирилл у нас раздурачился. Разыгрался. Вот так вот, девочки. Думаю, что если получится, я поснимаю. Может быть, уже и в этом влоге я поставлю вам, что именно мы купили. Если нет, то я сильно снимусь покупки из магазина Икеа. Так что вот так вот, девочки. А мы продолжаем ехать. Пожелайте нам удачи. Ну, все. Пока все. Ну что, девочки. Привела себя чуток в порядок. Сегодня прям вообще ни петь, ни рисовать называется. У меня садится голос. Не знаю почему. Но как-то вот, как-то так. Стал садиться голос. Сейчас сняла отдельно покупки именно из магазина Икеа. Потому что, ну, сюда как-то вот даже 20-минутный обзор покупки, я думаю, это будет прям, ну, очень слишком. Поэтому как-то сделала это все отдельно. И надеюсь, вы сильно на меня за это не обидитесь. Ну вот, девочки. Собственно говоря, что еще хотелось сегодня поболтать. Это, ну, как я уже говорила, это второй день. Вчера мы ездили. Что еще хотела сказать. Дело в том, что я вчера, когда была в магазине Икеа, я вспомнила хорошие слова бьюти-блогера. Ее зовут Ирина Влади, она с Москвы. Ее все, конечно же, знают. И ее замечательные слова, когда она говорила о том, что когда вы бываете в магазинах, в магазине Икеа, перед тем, как идти к кассе, проверьте свою корзину, что вам нужно, и не набрали вы ничего лишнего. И вчера я вот так, девочки, сделала. И хочу вам сказать то, что то, что я купила на сегодняшний день, когда я уже переспала с этой мыслью, я в сыну, Кирюш, аккуратно, когда я переспала уже с мыслью о тех покупках, которые я совершила, хочу сказать, что да, действительно, я совершила именно те покупки, которые были мне нужны. И у меня сейчас осталось, пройдя по магазину, посмотрев, что там есть, я хочу вам сказать, у меня сейчас уже есть какие-то еще хотелки из этого магазина, но эти хотелки я, конечно же, оставлю на следующую покупку, потому что даже три года назад, когда я была последний раз в этом магазине, я хочу вам сказать, цены были, конечно же, ниже, чем сегодня. На сегодняшний день, а когда вот мы вчера гуляли по этому магазину, уже могу вам сказать, что ряд каких-то покупок, ну, к примеру, бюджетная покупка, я так поняла, можно купить именно, если у тебя есть карта из этого магазина, что что-то ты можешь купить, а если у тебя этой карты нет, то желтые ценники, или как там они называются, оранжевые ценники, они просто не действуют на карте. И поэтому, как бы, ты знаешь, такая, две стороны медали, дешево ли сейчас, ну, или как вот новое слово, да, бюджетно ли покупать в этом магазине, я могу вам сказать, ну, наверное, даже если вы поедете с десятью тысячами в этот магазин что-то купить даже для кухни, вы купите какую-то малую часть. Ну, на вкус цвет товарища нет, а коричневый всегда горчит. Я хочу вам сказать то, что, ну, к примеру, мы купили посуду в обзоре, вы увидите, я не знаю, скорее всего, вначале выйдет вот этот влог, а потом покупки из магазина Икея. Я купила там посуду, мы взяли набор посуды с обалденным цветом, который просто, знаете, я шла и думала, будем ли мы покупать какой-то набор посуды там или нет. И когда я увидела этот цвет посуды, я поняла, да, я его хочу. Я люблю все необычное, я люблю такие неординарные какие-то цвета. И этот цвет нас с мужем зацепило, мы сказали, да, мы купим этот набор. И поэтому при определенном каком-то бюджете, в принципе, можно подобрать себе именно то, что вы хотите. Можно подбирать поштучно посуду, это тоже очень удобно. И там были, кстати, скидки на посуду, по-моему. Я не успела только это заснять, потому что именно в отделе посуды было, ну, достаточно много людей, и было бы, ну, спины снимать, это не весьма комфортно. Потому что, еще раз повторюсь, когда мы вчера приехали в магазин ОКЕ, это был какой-то кошмар, я, знаете, ну, давно там не была, и не ожидала, что там будет столько народа. Мы приехали уже к вечеру, это было воскресенье, и я рассчитывала то, что как бы там, ну, будет народ, но не так много. Но там же, конечно, просто шел косяк людей, и мы шли в этом потоке. И то, что вам нужно, мы просто там заходили, смотрели, и там много людей заходило, также смотрели кухни, ванные, комнаты детские, заходили, смотрели, трогали. И поэтому не получилось поснимать то, что получилось, конечно же, вставлю. И я еще раз буду восхищаться, петь дифирамбой, и отдой дизайнерам, которые работают в магазинах, потому что так, как они подбирают гармонично интерьер, как они составляют это все, это очень здорово, очень удобно, это носибельно на каждый день, там нет чего-то, знаете, такого, то, что чем ты не будешь пользоваться, все шторы, все аксессуары, которые подобраны интерьерные, там свечки, подсвечники, там какие-то вазы, они так классно смотрятся, наборы посуды, которые стоят на кухне. Но знаете, это вот просто, если, грубо говоря, вы хотите обставить свою квартиру именно с помощью IKEA, мне кажется, это очень даже хорошая идея. За качество мебели из магазина IKEA я сказать ничего не могу, потому что из мебели IKEA у нас сейчас имеется только стул и детский столик, либо журнальный столик, как там вообще можно назвать, в разные, да, их используют, но все же, поэтому как-то вот так. Но мне очень понравилось, я в восторге от этого магазина, и я понимаю, почему все туда бегут, почему все туда едут покупать, почему оттуда выходят с огромными корзинами, потому что, повторюсь миллион раз, маркетологи прорабатывают это дело вообще круто, потому что когда ты заходишь вообще в сам магазин, там маленькие тележечки, маленькие корзиночки, ты их берешь, проходишь сколько ты, и они там на стене написаны, и стоят большие корзины уже, возьми корзину побольше, возьми тележку побольше, и по итогу выходишь оттуда с огромными баулами, но так как мы уже люди научные, я просто перед самой кассой уже просто все проверила, и чтобы ничего лишнего не нахватать, потому что как бы, ну, как я вчера говорила, то есть как бы лишние вещи, я просто такой человек, что-то мне не нравится, я просто это складываю в коробочку, в пакетик, и уношу это все на помойку, кому-то надо будет, возьмет, поэтому как бы, ну, даже вещи, если мне что-то не устраивает, я просто их собираю и оставляю там, потому что, ну, вот так вот, редко какие вещи, я могу просто знать там, как вот раньше еще могли их пустить там на тряпки, не знаю, как-то, как-то нет, так что вот так вот, девочки, надеюсь, вам данная моя болтология с кусочками из магазина IKEA понравится, и вы, конечно же, будете смотреть будущее видео, которое будет именно о покупках из магазина IKEA, так что так, девочки, всех люблю, целую, спасибо, что вы были со мной, перед вами, я тут абсолютно вся какая-то, знаете, такая домашняя, настоящая, повседневная появляюсь, но думаю то, что это неплохо, я не стесняюсь, и у меня нет какого-то, знаете, комплекса о том, что как-то я здесь выгляжу, может быть, кому-то не понравлюсь, но, по крайней мере, я не 100-долларовая купюра, чтобы нравиться всем, ну вот, девочки, большое спасибо, что вы были со мной, большое спасибо, что вы досмотрели этот влог до конца, у меня садится голос, это мой профессиональный уже, видимо, с моей предыдущей работы, когда я много разговариваю, переживаю, нервничаю, у меня просто садится голос, так что вот так, девочки, всех люблю, целую, спасибо, что вы были со мной, спасибо, что вы подписываетесь, спасибо за лайки, за комментарии, спасибо, что вы со мной, спасибо, что вас становится еще больше, это вообще очень приятно, девочки, вы даже себе не представляете, как. Всех люблю, целую. С вами была ваша Ира. Не забывайте, что вы самые лучшие и любимые. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.